И я сегодня буду говорить о вере или о том, что способствует нашей вере. Поэтому, зная о том, что содействует нашей вере, что укрепляет нашу веру, мы можем стремиться к этой области. Это область Божьих чудес или область Божьего Слова, о чем мы говорим. То есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Если мы знаем, откуда появляется наша вера, мы тогда будем искать этот источник. Вы знаете, те, кто знают, где найти золото, они идут туда. До сих пор на Аляске там работают золотоискатели. Но мы не должны думать о том, ой, я был бы богат, если бы я поехал туда. Это все очень сложно, очень трудно. Там трудные условия. И там много ходят медведи-гризли и так далее. Которые не признают человека на своей территории. И там есть свои сложности и холод и трудности. И это опасно. Но те, кто знают, где золото находится, они туда устремляются. И они называются золотоискатели. Но мы с вами ищем веру. Как вера станет сильной в нашем сердце? Скажите аминь, друзья. Правда же? Я не хотел вас переключить на золото, поверьте. Но Бог тоже говорит, что так, как отыскивают золото, так, как отыскивают серебро и сокровище, вот так мы должны отыскивать мудрость от Бога. Мы так должны отыскивать знания. Кто верит в это? Скажите аминь, пожалуйста. Мы должны вот так тщательно относиться к Слову Божьему. Каждый день читать Слово и размышлять, получил ли я уже откровение или нет. Получил ли я тот самый пункт, который нужен для меня. Если нет, то мы продолжаем поиск. Или мы перечитываем то, что мы читали. У Бога точно есть Слово для нас. Если мы пришли к Нему поговорить, то Бог будет к нам говорить. Говорит определенным образом через Слово Божие. Может быть, иногда через ночное какое-то соведение, или через обстоятельства, через других людей, через пророческое Слово, или через другие дела. Но Он будет говорить нам. И вот у Иисуса был такой разговор с Нафанаилом, один из двенадцати его учеников. И после этого Нафанаил поверил. Мы сегодня говорим о том, что я должен делать, чтобы сильнее поверить. Библия говорит Римлянам 10.17. Римлянам 10.17 говорит, что вера от слышания – слышание от Слова Божьего. Друзья, если для нас вера ценна, она очень ценна. Она мне необходима, она тебе необходима каждый день. Потому что если мы в вере, то мы в победе. Независимо, есть ли у нас сегодня средства, или у нас мало средств, или у нас нет средств. Когда мы в вере, мы радуемся. Когда мы в вере, мы в победе. Когда мы в вере, мы на высоте. Мы можем молиться за других, мы можем свидетельствовать, потому что мы в вере. Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Он в вере это имел. Мы нищие, но многих обогащаем. Это служение веры. Слава Богу. Аллилуйя. И важно не сколько мы имеем сегодня средств. Важно сколько мы имеем веры сегодня. Аминь. Важно и имеет значение, какая сильная болезнь может атаковать нас, а насколько сильна вера внутри нас, чтобы противостать. Скажите, аминь. И знаете, что имеет значение даже не то, как человек сильно упал, но значение то, насколько у него есть вера, чтобы подняться из своего падения. Когда мы молимся, Господи, сохрани человека. Сохрани, чтобы он не упал. И Бог многих хранит. Но если человек даже пошатнулся и упал, Знаете, Иисус говорил, Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты, обратившись, утвердил братьев своих. Понимаете, нам нужно молиться также о том, что даже если ребенок сделает ошибку, даже если кто-то оступится, нам нужно молиться, беспокоиться о том, чтобы в его сердце была вера, чтобы встать и прийти к отцу. Чтобы как тот сын, который скитался, потерянный сын, он сказал, я встану и пойду к отцу моему. В его сердце появилась вера. У моего отца есть много хлеба. У моего отца есть много наемных рабочих. Я попрошу устроиться просто наемным рабочим. Представьте, каково было бы отцу смотреть на сына, что сын просто наемный рабочий в числе их. Нет, отец не мог бы это выдержать. Он бы бросился к нему, обнял бы его, сказал, ты мой сын, я люблю тебя. Но отец не позволил даже ему, так сказать, устроиться на работу в своем доме. Он опередил сына, он обнял его, он целовал его, он подарил ему одежду, он подарил ему перстень на руку, то есть означает усыновление. Законное право. И он устроил большой пир. Такой наш отец. Поэтому как важно, знаете, значение, это имеет, конечно, когда человек болеет, это имеет значение определенное для него, но большее значение, гораздо большее значение, несравненно более значение, имеет то, что имеет ли он веру в своем сердце, чтобы исцелиться. Скажите, Амина, это правда же? Да, это имеет определенное значение для нас, но лучше, чтобы это не имело значения, как люди на нас посмотрят, как они скажут нам, знаете, что вот ты веришь, что ты нам молишься, что ты так свидетельствуешь. Гораздо большее значение имеет то, как Бог смотрит на это. Бог говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Бог говорит, идите и помогайте бедным. Скажите аминь, друзья. Гораздо имеет большее значение, имеем ли мы веру, то, что мы делаем. Потому что вера, она производит чудеса, вера производит разницу, перемены. И Христос сказал, когда Сын Человеческий, Он пришел, найдет ли Он веру на земле? Не в смысле Он, когда придет на землю спустя несколько тысяч лет, а придя, Сын Человеческий придя, найдет ли веру? То есть, понимаете, Сын Человеческий придя, Христос придя в Нарву, придя в нашу церковь сегодня, найдет ли веру в сердце Светланы? Найдет ли веру в сердце моем и твоем? Вот какой вопрос. И поэтому Павел говорит, испытывайте себя, верили ли вы? Вера – это ценная вещь. Не так важно, имеем ли мы нужду сегодня. Это важно для Бога. Или какая она? Но важно, имеем ли мы веру, чтобы Бог восполнил нашу нужду? Согласитесь еще раз со мной, пожалуйста. Аминь. Правда же, да? Аллилуйя. Не так важно, как к нам относятся люди, но важно то, как мы относимся к ним. Имеем ли мы веру в своем сердце? То, чтобы простить их, чтобы любить их, чтобы благословлять их. Скажите, аминь, пожалуйста. Аминь. Поэтому вера, которая приходит от слышания и слышания от Слова Божьего, она имеет большую перемену в нашей жизни. И мы уже действуем тогда по вере. Ни по обстоятельствам, ни по словам, которые мы услышали. Ни по слуху ушей мы будем решать дела. Ни по взгляду своих очей будем решать дела. Как Христос. Но он страхом исполнится. Он будет исполнен Духом Святым. Нам нужна вера. И вера действительно приходит от слышания Слова Божьего. Каждый день, сегодня утром, я открывал Писание. Я верю, что вы также многие открывали Писание. Открывайте, читайте. Как вера приходит через слышание Слова Божьего. Но еще есть один путь. И вот об этом я буду сегодня проповедовать. Коротко постараюсь. Но я буду говорить об этом. Итак, мы видим Нафанаила. Нафанаил был найден Филиппом. А Филипп говорит Нафанаилу. Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе. Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Нафанаил сказал ему. Из Назарета может ли быть что-то доброе? Что ты кажешь? Он в Украине говорит. Что это такое? Что там в этом Назарете? А он говорит. Иди посмотришь. Аминь. Он так просто сказал. Я почему так сказал по-украински? Потому что здесь сестра с Украины. Мне нравится украинская мова. Но я сам не умею. Трошки кажу, трошки бачу. И немножко только. И некоторые думают, что из Назарета ничего доброго не может прийти. Или с России. Или там с Нарвы. Или откуда-то с другого места. А что там может быть вообще хорошего? В этой Нарве. Я прилетел в Америку. И меня проверяют на таможне. И говорят. Из Нарвы? Это из того русского анклава, который у вас там? Я говорю. Да, да. Именно оттуда. Так смотрел документы. Надо вам пойти в другое место, чтобы вас там проверяли. И меня там час я ждал в очереди. Видите? Они усомнились, что из этого русский анклав, они говорят, в Эстонии проверяли меня. Но все было хорошо. Так что могут сказать. О, может ли быть что-то хорошего из этого города? Там русский анклав, там русские живут. Они такие особенные люди. О, кто-то так подумал. Но он ошибается. Бог движется Духом Святым и в Нарве. Бог движется Духом Святым и на Чикотке. Бог Духом Святым действует в каждом городе. Потому что куда приходит Господь, там все изменяется. Хвала Богу. Аминь. Ну, простите меня за долгое вступление. Филипп говорит на Фанаилу. Иди сам и посмотри. И когда на Фанаил пришел, Иисус увидел и говорит. Вот настоящий израильтянин, в котором нет лукамства. Нет лукавства. А он говорит. Почему ты меня знаешь? А Иисус говорит. Прежде чем Филипп позвал тебя. Говорите, Иисус уже знал, что его позвал Филипп. Ведь Филипп не пришел к Иисусу и не отчитался. И не сказал. Иисус, это я позвал на Фанаила. Нет. Филипп идет. На Фанаил идет. Еще не успели дойти. Иисус говорит. Вот израильтянин, в котором нет лукавства. Откуда ты меня знаешь? А прежде чем тебя Филипп позвал, я тебя видел под знакомницей. Я видел тебя. Я помню Вайке, когда она приходила к нам в церковь мира. Еще тогда она не смогла за Господом пойти. Но Бог касался ее сердца. Там было эстонское население. Там были эстонские сестры. И она приходила туда. Но Бог видел ее. Что через несколько лет Бог коснется ее. И она пойдет за Иисусом. Он говорит. Я видел тебя, прежде чем тебя Филипп позвал. Он говорит. Господи. Теперь уже тот самый, который говорил. Ну, что там с Назаретом может быть доброго. Он говорит. Господи. Ты сын Божий. Ты царь Израилев. Христос говорит. Ты веришь, потому что я сказал тебе вот эти слова. Ты веришь, потому что я дал тебе откровение. Открыл тебе. О том, где ты был, под Смоковницей. Ты веришь, потому что. И однажды к Иисусу пришел один человек и просил исцеления для своего ребенка. Что ему Господь сказал? Вы не уверуете, если вы не увидите знамений и чудес. Вы не уверуете. А Он говорит. Приди, пока не умер. Приди. Он пришел. Вы не уверуете. Пока не увидите знамения и чудес. То есть, есть такая область. Область Божьих дел и чудес, которые Бог хочет совершить через тебя. И тогда кто-то поверит точно. Если не словом, то делом. Но Бог готов проявиться через вас. И человек поверит. Может быть, вы помолитесь за своего начальника на работе. Или за его болезнь. Или за его ситуацию. Бог может что-то сделать. И он поверит. Но как важно, чтобы человек поверил. И поэтому первая область – это блажены не видящие, но верующие. Которые слышат Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Слушаем Слово Господне. Читаем. Вникаем. Принимаем. Сын мой, если примешь слова мои, так что наклонишь сердце свое к размышлению. Будешь взывать к разуму. Будешь отыскивать его, как сокровище и как серебро. Тогда найдешь познание о Боге. И второй путь – это когда Бог приходит и что-то делает в нашей жизни. Он делает чудеса или знамения. Когда церковь в день Пятидесятницы, в праздник Троицы, да, мы теперь называем, исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, это принесло веру в сердца окружающих иудеев, которые пришли из разных стран. Потому что они теперь, иудеи, жили в Понте, в Каппадокии, в Васии, в Греции, повсюду, на Кипре, Киринея. И теперь они пришли, и вдруг они услышали, как галилейские верующие, которые всегда жили в Галилее, разговаривают на наречии или молятся, славят Бога на языках, которым они живут там, в чужой земле. Это принесло ему изумление. Некоторые в это не поверили. Они говорят, да, они просто напили сладкого вина. Но другие изумлялись. И они говорили, эти все говорящие на иных языках, разве не все они галилеяне? Они из Галилея, из Израиля. Как же мы слышим наше собственное наречие? Из Парфии, Мидии, это старые страны исторические. Из Месопотамии, то есть пришли оттуда, откуда когда-то был Авраам. Они слышали языки вавилонские, халдейские. Это было знамение. И это принесло сильную веру. И когда Петр начал проповедовать, и он сказал, сегодня исполнились слова пророка Еиля. И эти люди, кто молятся, сто с лишним человек, они не пьяны, как вы думаете, потому что третий час дня, то есть девять часов утра, они никак не могли бы быть пьяными. Это просто раннее утро. Но сегодня исполнилось пророчество. Дух Святой, Он вылился на людей. И поэтому апостол Павел говорит в Коринфянам, что языки – это и пророчество, это знамение для неверующих часто. Когда войдут люди, и когда они придут в вашу домашнюю группу, и когда вы молитесь за них, и, допустим, Оля или Наташа, и вдруг они чувствуют от Бога то, что Бог говорит через тебя, они скажут, откуда вы это знали? Я ведь никому не говорил, вы скажете, у меня так было на сердце. Господь мне так на сердце показал. И они скажут, истинно с вами Бог написан. Правда ведь, да? Должны ли мы беспокоиться, как в Библии написано, ревновать о том, чтобы у нас были дары? Да, должны. Это один из путей, каким образом вера может прийти в сердца наших близких и родных. Когда Господь исцелил мою сестричку, я помню, в Церкви мира, мама была тогда в России, а мы начали служение полного Евангелия, в смысле обновленное служение, с крещением Духом Святым, с действиями Духа Святого. Но когда мама узнала там, что Бог исцелил мою сестру, я не буду говорить о болезни, она сказала, слава Господу, ее сердце так расположилось к этому новому виду служения Богу. Скажем, слава Богу, правда? Аминь. И также Бог может многое другое сделать, что может расположить наших родных и близких. И они скажут, истинно с вами Бог. Истинно Бог изменил вашу жизнь. Ваша измененная жизнь может быть знамением, что даст веру вашим близким. Но также дела Иисуса Христа. И вот Господь сказал Нафанаилу то, что в его сердце произвело веру, и он тут же поверил, что это Сын Божий. Несколько, может быть, минут назад, может быть, полчаса, он говорил, а может быть, что-то доброе из города Назарета вообще. А теперь он говорит, Господи, Ты Царь Израилев, Ты Сын Божий. И вот далее мы читаем во второй главе, Христос пришел на брак, и у них не было вина. Почему я говорю, что мне не нравится говорить о вине? Потому что наш народ, особенно славянские народы, многие понимают о вине именно в том контексте, который свойственен современному обществу. Но я сразу хочу сказать и говорить, что в Израиле это было чистое виноградное вино, это было слабое вино, во-первых. Во-вторых, оно разбавлялось на пять частей воды и подавался как напиток, понимаете? То есть это было очень слабое вино, если можно. Во-вторых, сок виноградный также назывался вином. Это я читал в христианских справочниках, в источниках. Сок виноградный назывался словом вино также. И поэтому я говорю сейчас не о том спиртном, о котором мы знаем из современного общества. Я говорю о слабых напитках, а то, что сделал Господь, Он претворил воду в вино. Но мы даже не знаем, было ли это алкогольным. Скажите аминь на это. Потому что я не верю, что тот Бог, который говорит против алкоголя и спиртного, Он будет создавать спиртное, чтобы люди опьянели. Кто верит в это? Скажите аминь. Поэтому, но суть в том, что когда Господь создал этот напиток, то есть то, что необходимо было, Он положил начало чудесам. Иоанна, 2 глава, 11 стих. Уверовали в Него ученики Его, потому что Бог положил начало чудесам. Они здесь были рядом, рядом была Мария, здесь была нужда, не было вот этого напитка для праздника, для пира. И Господь говорит, наполните водою. Наполнили водою, почерпните, несите к распорядителю пира. Все. И распорядитель пира изумился. Он удивился качеству. Он говорит, как так? Он сказал жениху, сказал, упрекал его на свадьбе. Он говорит, знаешь, все подают ведь начало хорошее. А потом подают худшее. А ты самое лучшее сберег до сих пор. Знаете, Слово Божие говорит, что за все благодарите, ибо такова воля Божия у нас. Я хочу также выразить благодарность моему Богу, поделиться свидетельством моей жизни. Как-то случилось, что я попала в аварию, но Бог все равно не оставил меня. Вы знаете, кроме любви, заботы ближних, Он послал мне незнакомых людей, которые приходили ко мне в палату. Это были братья и сестры других церквей, которых я даже не знала. И лежащая со мной мерзкая девушка, она сказала, странно, что за Бог у вас такой? Ты даже их не знаешь, а они идут себе. То есть это было свидетельство ей о том, что даже незнающие люди идут, что что толкает людей? Любовь Божья. И тогда я на самом деле увидела настолько, как Бог любит меня, как Он добр ко мне, как Он заботится обо мне. Сейчас я благодарю Его, что Он на самом деле ведет меня в моей жизни, что Он милует меня, что это терпение мне. Все мы несовершенные, все мы с разными характерами, но Он все равно любит нас такими, какие мы есть. Он простирает руки свои к нам, Он держит нас в руке своей, крепко-крепко, и будет держать до конца дней в жизни нашей. Ведь самое главное, чтобы Бог был с нами. Аминь. Я также хочу сейчас спеть песню. Хочу, чтобы моя любовь, она не прекратилась к Богу. Ты, только ты веришь в меня, любишь меня, знаешь. Ты, только ты рядом со мной себя. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Ты, только ты, Веру даешь мечты, Бог мой, Ты, только ты, Вещими делаешь сны. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Ты, только ты, Знаешь меня до конца, только ты, только ты, вместе со мной навсегда. Я буду славить Твое имя, я буду славить, я буду петь хвалу Тебе, я буду петь хвалу Тебе, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, я буду петь хвалу Тебе, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Я буду славить Твое имя, Я буду петь хвалу тебе Моя любовь не прекратится Мой Господь к тебе Мы можем петь и слова все вместе Я буду славить твое имя Я буду петь хвалу тебе Моя любовь не прекратится Мой Господь к тебе Я буду славить твое имя Я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе, моя любовь не прекратится, мой Господь к Тебе. Все славы Ему, одному Ему принадлежит хвала, Он достой наш Бог. Субтитры подогнал «Симон»